И так мы продолжаем наше исследование Торы, Пророков и Писаний. И перед нами две недельные главы, которые называются Хукот и Валак. И недельная глава Хукот, она начинается словами с девятнадцатой главы первого стиха. Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря. Скажите нам, Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярмо. И отдайте ее Елизару священника, и выведет он ее вон из стана, и заколет ее при нем. Рыжая телица – это очень редкий экземпляр. На сегодняшний день в Израиле есть такой институт, который занимается проектированием и постройкой будущего храма. И это одна из задач, которую они решить не могут, потому что сегодня не существует такой телицы, которая была бы абсолютно рыжая, без единого пятна и без единого недостатка. Но слово «рыжая» здесь у нас синоним слову «красная». Эта телица была красного цвета под цвет крови. Почему этот закон был дан? Для чего? Этот закон был дан практически для всего Израиля. Ибо смерть является, к сожалению, компаньоном народа израильского в пустыне. Особенно в контексте того, что произошло. Мы видим, как это, в общем-то, является, конечно же, законом о ритуальной нечистоте. Всякий человек, у которого случается смерть близкого человека, он становится ритуально нечистым. Это означает, что на протяжении недели, в данном случае здесь нечист человек, 7 дней. И в течение недели после похорон, потому что нечистым становится все, что происходит и что находится в шатре, где находится мертвый человек, прежде чем его захоронят. Все это, конечно же, является исключительно ритуальной нечистотой. Мы говорили уже о том, что законы о ритуальной нечистоте, в отличие, например, от закон о здоровом образе жизни, в частности, когда речь идет о мясе чистом или нечистом. Или, например, позже в законах второзаконии мы найдем о лопатке. Такой, конечно, может быть пример очень специфический. Но мы уже говорили о том, что многие законы, они написаны в виде примеров с целью, чтобы человек мог извлечь какой-то принцип из этого закона. И здесь, с другой стороны, мы видим, насколько ритуальная нечистота никаким образом не связана с санитарным законом. Что происходит здесь? Во-первых, почему этот закон не записан сразу же там, где идет закон, например, о женщине, которая родила младенца, закон о прокаженном или закон о кровоистечениях и других истечениях из тела. Эти законы, они в книге чисел периодически так вкрапляются вот в этот повествовательный рассказ о блужданиях израильского народа. Этот закон здесь как раз на своем месте. Ибо Бог сказал о том, что не войдут сыны Израилевы в землю хананскую, как об этом сказано было в Божьем Слове к Моисею в 14 главе с 30 по 32 текст. Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме халева сына Иефонина и Иисуса сына Новина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я веду туда и узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей. И, наконец, мы видим, что это начинает происходить. Мы сейчас практически находимся в той секции книги чисел, которая будет показывать нам и рассказывать о 40-летнем пребывании израильского народа в пустыне. И, естественно, уже все попытки поднять восстание против Бога, такая, как, например, Корейдафан и Аверон, все это уже позади и начинается рутина. Бог сказал, 40 лет будете ходить, так так и будете ходить. Бог сказал, ваши трупы падут в пустыне, так они так и падут. Вот, естественно, что-то надо делать с мертвым телом. И вот поэтому у нас закон. Закон о смерти. Закон о том, как смерть не может находиться в присутствии Божьем. И именно поэтому 7 дней человек после похорон не мог появляться в храме. Естественно, мы видели, как в книге Левит 15 глава, с 12 по 15 главу, каждый такой случай приходилось иметь особое очищение. Особенно, когда речь шла о прокаженном. Прокаженный и птицу приносил в жертву, и агнца приносил в жертву. Все показывая очищение. Здесь у нас предоставляется одна жертва. На всех. Рыжая телится. Но суть остается та же. Чистый человек, то есть тот, который не участвовал в похоронах, должен был окропить и сопом, и смесью вот этого пепла рыжей телится с водой, он должен был окропить человека через неделю после похорон. Показывая тем самым, опять же, что кровь является очистительной. Мы об этом уже говорили. Книга Левит, 17 глава, 11 текст, говорит нам о значении крови. Следующие слова. Написано, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. То есть, вот эта кровь, которая была приготовлена, ну, символ крови, который был приготовлен на пепле рыжей телится, и он фактически, и приготавливался он конкретно Элиазаром, старшим сыном Аарона, то есть, фактически уже и Элиазар, он был задействован этим. Фактически, Элиазар, и ему поручалось быть носителем нечистоты сынов Израилевых во святилище. Мы говорили в книге Левит, 16 глава, 16 текст, очищение святилища в день Йом-Кипура как раз происходит тогда, когда происходит и очищаются не только грехи, но очищается и нечистота. Все, что связано со грехом, как его моральная сторона, так и телесная, плотская сторона, которая выражается с тем, что мы становимся больными и смертными, оно все должно было быть внесено во святилище. И если человек нарушал это, он фактически осквернял святилище. То есть, это тоже очень важные тексты, которые показывают, что, в общем-то, оскверняет святилище. Не внесенный в него грех, а попытка человека самостоятельно, без Божьего указания, решить проблему. И как раз именно поэтому этот текст, кстати, главы, они написаны там, где они написаны. Потому что после того, как Израиль убедился, к чему приводит настойчивое желание самостоятельно решать проблемы без Бога, вот сейчас Израиль готов выполнять эти повеления. И сразу же после этого закона мы видим две смерти. Во-первых, 20 глава – это смерть Мириами и смерть Аарона. 20 глава – первый текст, умирает Мириам, 20 глава – с 23 текста, умирает Аарон. Это определенная такая композиционная последовательность, показывающая, что все в этом мире оказываются смертными. И, кстати говоря, Иисус Новин и Халев, они входят, и только двое, входят в землю хананскую. Мы не знаем, какую позицию занимал Аарон, когда все общество роптало, но мы видим, что и Мириам, и Аарон оказываются среди тех, которые не доходят до земли хананской, они умирают. Аарон похоронен на горе Ор, которая, или на иврите, это Хар, которая находится на восточной стороне Мертвого моря, недалеко от очень всемирно известного археологического памятника каньона Петры. И на этом завершается первое поколение сынов Израилевых, которые выходят из Египта. Вот это 20 глава. Вот это фактически все, что нам описано из сорокалетнего странствия сынов Израилевых. А 21 глава открывает нам новую страницу, потому что уже новое поколение в этой главе готово продолжать путь, которым не прошли их родители. То есть фактически вот этой смертью Мириами и смертью Аарона как бы обобщается то, что говорит Господь ранее в 14 главе книги чисел, что ваши тела падут в пустыне. И в общем-то Аарон, он является представителем Израиля перед Богом. Его тело, оно действительно здесь описано, как Аарон умирает, выполняя эту миссию до конца. Он умирает с теми, с тем поколением, которое он представлял перед Господом. И открывается новая страница возле горы Ор, там, где умирает Аарон, разгорается первая битва. Битва между уже хананеми, которые уже не боятся, к большому сожалению, израильского народа, не боятся Бога. 40 лет прошло, они наблюдают, как израильский народ перемещается по Синайской пустыне, перемещается ходит кругами. Естественно, они воспринимают это все, что израильский народ боится. И поэтому хананейский царь Арада, живущий к югу, вступает в сражение с Израилем. И Израиль дает обет Господу и говорит, если предашь народ сей в руки мои, то я положу в заклятие на города их. Заклятие означает тот факт, что ничего, никто не имеет права притрагиваться к тому, что заклято. Это еврейское понятие херем. И поэтому этот город он называется Хормом. Мы встречаемся с этим названием и чуть раньше, когда у нас описано, куда гнали войска израильские хананияне 40 лет до этого. Они их тоже гнали до Хормы. Ну, это понятно, почему такая есть анахронизм. Это связано прежде всего с тем, что мы видим, что Моисей, он записывает историю книги и чисел истории израильского народа постепенно. Есть такое понятие, и раввины этим понятием оперируют зачастую, что Господь дал всю Тору на Синае. И еще говорят, и устное столкование приложил. Вот эти тексты, они показывают, что подобный взгляд, он не совсем верен. Не совсем верен прежде всего, мы знаем, что на Синае было дано откровение 10 заповедей, на Синае были даны суды, или вот то, что мы читали в недельной главе Шофтим, на Синае были даны подробнейшие указания по постройке и служению во святилище, тексту. Но вот история вся эта, она пишется Моисеем по ходу действия. Бог никаким образом не предопределял того факта, что израильский народ будет ходить 40 лет по пустыне. Бог этого не желал. И что происходит дальше? Господь слышит голос израильтян и предает Господь Хананея в руки израильтян. Но дальше опять начинается ропот. И тут уже Бог видит, что надо подвести какую-то определенную черту. И постоянно, когда идет ропот на пищу до этого, Бог удовлетворял этот ропот. Когда роптали, что нам нечего кушать книги Исход, Господь послал Манну, потом даже им дал попробовать перепелиного мяса, но сейчас пришло нечистое мясо, которое уже кушало израильский народ. Об этом написано в шестом тексте. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израиля. И пришел к народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. Моисей молится, но Господь не решает вопрос автоматически, как раньше. Господь повелевает Моисею сделать медного змея и выставить на знамя, чтобы всякий ужаленный взглянул на медного змея, оставался жив. И опять мы видим вот этот композиционный контраст. Недельная глава Хукат начинается с постановления о том, что делать с умершим, а затем рассказывает нам о вот этих вот смертях первого поколения израильского народа. Вся глава переполнена вестью о смерти. И вот посреди всей этой вести о смерти оказывается появляется надежда. Надежда не в очищении после похорон пеплом рыжей телицы, а надежда в змее. Удивительно, что Бог повелевает сделать именно змея, ничего другого больше. Именно то, на что израильтяне боятся посмотреть. Бог хочет, чтобы израильтяне с верою на это посмотрели сразу после того, как их змей ужалил. Это особое упражнение, можно так сказать, которое Господь дает народу своему, чтобы они упражнялись в вере и в доверии Господу, потому что все, что происходит здесь, оно происходит из-за недоверия и непонимания Бога. Вот почему мудрецы замечают эту особенность, это повествование и предлагают Гавтору на эту главу из книги Судей, 11 глава, где речь идет об Иефае. И повествование об Иефае, оно параллельно, буквально композиционно параллельно тому, что происходит у Хормы, потому что там у Хормы народ израильский говорит Богу, Господи, если предашь в руки наши этого царя Арада, то мы сделаем то-то и то-то и то-то. А Иефае то же самое. Он, кстати говоря, воюет в тех же местах и те же самые враги окружают Иефае. И Иефае говорит Богу, если ты предашь мне в руки врагов моих, то я тебе дам в жертву первое, что выйдет из моего дома. И Господь это делает. И первое, что выходит из его дома, это его дочь. И вот она проблема. Есть, конечно, объяснение, и некоторые говорят, что, дескать, Иефае просто лишил ее замужества, но текст не поддерживает подобных выводов. Я, конечно, понимаю тех, кто пытается истолковывать эту главу таким образом, потому что в книге посланий евреям 12-11 глава Иефа перечислен как один из мужей героев веры, а у нас в нашем создании любой герой веры это святой безгрешный человек. Но если вы посмотрите на этих героев веры, то подобное не происходит. Герои веры, они названы героями веры не за то, что всю жизнь прожили без греха, а потому что они совершали поступки, которые являются поступками веры, независимо от того, что было до того и что было после того. Речь идет о поступках. Каждый герой веры описывается нам. Вот Авраам, он принес жертву Исаака. Это был его поступок веры. Его ночь проведенная Сагарью не является поступком веры. Это как раз его неверие, но описан именно его поступок веры. Потому что это должно быть нашим примером, а не просто портрет человека. Точно так же и с Ефаем. Он совершил поступок веры, но поклявшись ложно, не раскаялся перед Господом, а так и совершил ради своего собственного престижа, потому что, по-видимому, клятва была публичная, то, что в чем ложно и неправильно поклялся. Точно так же и здесь. Израиль клянется Богу в чем-то, обещает Богу определенную, можно так сказать, услугу. Если, Господи, Ты меня благословишь том-то и том-то, ну, я тебе сделаю то-то и то-то. Можно подумать, что Богу нужны какие-то наши благодарности, может быть, Богу нужны наши какие-то жертвы. Написано, если я бы взалкал, то не возвал бы к тебе, ибо моя земля. Ем ли я тук овнов, пью ли я кровь козлов? Нет, все это нужно для человека. И наши поступки веры, и наши обеты, и наши хвалы, они нужны не для того, чтобы поднимать самооценку Бога. Они нужны для того, чтобы мы не заносились высоко и не возвышали нашу собственную самооценку, а отдавали славу Бога. И вот здесь как раз мы видим этот пример, как Израиль поступает поступком веры, но поклявшись в каких-то вещах, они сразу же падают, как пишет нам Писание, «Если хорошо стоишь, берегись, чтобы не упал». И здесь мы видим вот этот трагичный печальный пример, выходом из которого является только лишь одно действие – действие веры. И поэтому Бог делает и учит свой народ верить на любой ропот, на любое восстание у Бога есть одна реакция. Бог продолжает настойчиво учить свой народ доверять ему. Народ падает, народ не доверяет, и Бог приводит все новые и новые методы, как обучение доверию. К большому сожалению, мы читаем о жизни царя Иезеки, который этого медного змея вынужден был полностью рассыпать в порошок. Потому что позднее поколение сынов Израилевых превратило этого змея в объект поклонения. Типичная ошибка, которую совершают верующие люди сегодня, думая, что этот предмет или этот объект исцеляет, или воскрешает, или помогает. Но это Бог, который это делает в то время, которое ему нужно. Именно поэтому Евангелие от Иоанна, 3 глава, мы рекомендуем этот отрывок как дополнение в наших чтениях Тора и Гафтары. Потому что здесь Иисус говорит с Никодимом об истинной вере, о рождении свыше. И тут он вспоминает этот текст. Как Моисей вознес змею в пустыню, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. КОНЕЦ